Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии пятницы, заключительной сессии этой недели. До окончания очередной пятидневки нас ожидает еще несколько отчетов, мы к ним готовились. Традиционно это пятничная статистика, блок данных по Канаде. Мы ждем данные по инфляции в 15.30 по московскому времени. Если среди вас есть такие же оптимисты по Канадцу, как и я, то есть покупатели, несмотря даже на тот фонд, который сложился в отношении доллара и нефтянки, где с одной стороны американец растет, а нет снижается, вы сегодня можете, как и я, поверить в релиз по индексу потребительских цен, в том, что он сможет вдохнуть жизнь в идею все-таки еще одного повышения процентной ставки. И мы неоднократно с вами убеждались, что тема, которая связана с перспективами ужесточения политики в Канаде, она становится центровой, когда появляются новые водные, напрямую влияющие, собственно, на нее. И как раз инфляция, так же, как и для других регуляторов, для Банка Канады является одним из основных ориентиров, на которые приходится поглядывать и которым приходится оправдывать определенные изменения в денежно-кредитной политике. Поэтому, если сегодня у нас отчет по инфляции не подведет, я уверен, что хотя бы на закрытии этой недели то, что происходит с долларом, то, что происходит с нефтянкой, уйдет своего рода в тень, и мы сможем отработать этот отчет через укрепление канадца даже против доллара. Если, друзья, вы готовы рисковать, когда есть ожидание того, что пара должна повести себя именно так или иначе, есть какая-то внутренняя убежденность, я вам сегодня все-таки рекомендую это сделать. По крайней мере, я сохраняю короткие позиции по паре доллар-канадец. И вообще-то я планирую даже добраться до поддержки 1.28. Да, до уровня еще очень много, потому что сейчас пара доллар-канадец у нас торгуется выше отметки 1.31.50. Но все-таки столь сильный и важный отчет, он сможет спровоцировать мощную волатильность, динамику. Я думаю, что, по крайней мере, не меньше 100 пунктов уж точно нас ждет сразу же после того, как этот отчет будет опубликован. До данных по инфляции в Канаде предлагаю дождаться и сфокусироваться на отчете по инфляции потребительских цен еврозоны. В 12.00 по московскому времени этот релиз будет опубликован. Вчера я рекомендовал пока что воздержаться от дальнейших продаж европейской валюты, закрыться. Профит мы уже с вами хороший взяли. Я допускаю, что сейчас может последовать коррекция, даже исходя просто из технической природы. Мы можем реально снова вернуться и откатить в район 1.15, прежде чем медведи снова придут к выводу и решению о том, что на этот инструмент, на продажи снова можно навалиться. Данные по инфляции, почему они важны сейчас? Потому что лично мне уже поднадоел тот новостной фонд, который мы разбирались с вами по Турции, даже по доллару. По евро хочется подогревать новыми вводными по национальной статистике, потому что хочется вернуться снова к политике Европейского центрального банка. И, конечно же, как я уже отметил, то же самое можно параллель провести как данным по инфляции Канады и влиянии на процентные ставки. То же самое и, собственно, в еврозоне. Мы ждем, собственно, как будут реализовываться планы Европейского центрального банка до конца этого года. По версии и мнению Драги на рынке будут созданы условия, которые позволят европейскому регулятору отказаться от программы количественного смягчения. Но все-таки, друзья, я думаю, что несколько поторопился Драги с выводами. И, скорее всего, будут внесены изменения в эту программу выхода из количественного смягчения. Потому что уже мы работаем с явно не самым лучшим фундаментом, который связан с торговой войной и ситуацией в Турции. Это все события, которые уж точно на европейскую валюту и экономику повлияют. Поэтому я допускаю, друзья, что сегодня, после того, как выйдут данные по индексу потребительских цен, мы сможем убедиться в том, что Европейский центральный банк реально способен включить заднюю в решительности отказа от мягкой экономической политики. Потому что при снова снижении базовой инфляции, вот сегодня посмотрим, при тех рисках, которые я вам уже сейчас озвучил, о которых вы и без меня, собственно, в курсе, мы с вами будем с неподдельным интересом ждать следующее заседание Европейского центрального банка, чтобы получить, опять же, такой мощный стержневой заряд для долгосрочной слабости европейской валюты и возобновление нисходящей динамики. Повторяю то, что тренд не просто так остается медвежьим. Европейская валюта, железобетон снизится в район одного и одного, правда, на это потребуется какое-то время. Сейчас европейская валюта, кстати, восстановилась в рамках вчерашнего дня. Я думаю, что это было связано с некоторой перезагрузкой рыночных настроений касательно риска, после того, как на рынок выбросили слушок о том, что Китай готовит делегацию в Санкт-Петербурге, чтобы снова вернуться к переговорам, которые связаны с тематикой торговых отношений. Но сколько уже раз такие заявления на рынке были, сколько раз эти слухи появлялись, сколько раз их пытались отработать, и в конце концов все заканчивается одним и тем же. То Соединенные Штаты Америки, то Китай принимают решение об установлении новых тарифов, импортных пошлин на поставку товаров для Китая и США. Конечно же, для США и из Китая. Не забывайте, друзья, то, что буквально последний раунд таких жестких взаимных действий мы наблюдали с вами две недели назад, когда сначала США, а потом сразу же Китай приняли решение ввести с 23 августа, то есть фактически со следующей недели, новые 25% пошлины на перечень товаров общей стоимостью в 16 миллиардов долларов. Это зеркальные меры. И мы ждем 23 августа. Я считаю, что ничего не произойдет в плане позитива. Эти меры снова будут реализованы. Сейчас это лишь в порядке ожидания того, что до этих действий все-таки дело дойдет. Но 23 августа мы с вами убедимся в том, что настроения ничуть не изменились, и США и Китай продолжают оставаться в состоянии торговой войны. В связи с этим, друзья, достаточно даже этого, чтобы понять, что если уж и ставить, опять же, на дальнейшие какие-то тренды, то они с учетом последнего новостного фона, как и раньше, могут быть больше связаны даже с повышенным спросом на защитные инструменты. Риск явно будет в аутсайдерах. Поэтому по евро давайте пока что посидим на заборе. Как говорится, уйдем на выходные без открытых позиций. На следующей неделе, по мере того, будут ли обозначены хорошие уровни, я слежу за рынком, друзья. Стараюсь держать вас в курсе всего самого интересного. Если будет уровень, я вам предложу, с которого снова можно будет европейскую валюту продать. Но, разумеется, мы сейчас взяли паузу для того, чтобы снова вернуться в последствиях к продажам. Это не значит, что мы заработали на просадке и сейчас ждем возможности, с которых евро можно купить. Нет, евро аутсайдер. Просто хочется снова поймать моменты для того, чтобы получить больше профита. И не хочется, конечно же, продавать на низах, когда мы с вами понимаем, что откат в любом случае неизбежен. Потому что откат это такая же неизбежная часть любого трендового движения, как, наверное, и появление катализаторов, которые его усиливают. И еще, что касается отчетов, помимо, собственно, инфляции в Канаде еврозоны, если нефть в числе ваших инвестиционных идей, спекулятивных сделок в 20.00, Бейкер Хьюз, количество нефтяных терминалов не будут ручаться за то, что этот отчет окажет какое-то серьезное влияние на котировки нефти. Но в то же время, возможно, вы и не ищете сейчас каких-то локальных катализаторов, а просто ждете отработки той идеи, которой придерживаетесь, я надеюсь, уже долгий период времени. Это уход бренда в район 70 долларов за баррель. Не буду с вашего позволения сейчас снова повторяться, чем мы сейчас заряжены на рынке нефти. Вы прекрасно знаете и про о том, сколько нефти добывается, сколько нефти планируется по добыче крупнейшими производителями. Вы прекрасно знаете, какой риск сейчас нависся мировой экономикой. Вы прекрасно, собственно, знаете, что все большее количество трейдеров возвращается к идее опасений за перепроизводство сырья. В среду мы с вами говорили о том, что котировки нефти обвалились до апрельского минимума, вчера немножко восстановились. Кто-то связывает, опять же, рост локальной нефти с тем, что вот на рынке появились сообщения о готовящейся встрече представителей Китая и США. Да, сейчас не называется. Я думаю, что если эта встреча случится, то, скорее всего, ближе к концу, собственно, августа, а может быть, даже и осень произойдет. Я считаю, что нефть вчера откатилась только, исходя из технических факторов, после вот близости вот этой психологической 70 долларов за баррель. Опять же, ну и можно здесь объяснить спецификой срабатывания стопового хардеропа и так далее. Но все равно, друзья, цель 70 долларов за баррель остается. Я думаю, что то, как периодически мы быстренько валимся, доказывает силу актуального медвежьего тренда. Не обращайте внимания на локальные откаты, на восстановление, потому что это тоже нормальность, как вот сейчас мы с вами обсудили по паре евро-доллар. За этим небольшим ростом все равно последуют прежние активности медведей, которые все же затащат бренд в район 70 долларов за баррель. Рубль 66.83 тоже новая реальность для российской валюты уже сформирована. Мы живем в этой новой реальности. Рубль находится под девуляционным прессом. Ждем также установления новых санкций, которые будут касаться запрета для крупнейших российских банков на осуществление привычных классических операций, долларовых валютных операций через корсчета своих партнеров зарубежных. Также еще российское правительство со страхом ждет решение, которое будет предполагать запрет нерезидентам работать с российским долгом. Ну, конечно же, я имею в виду облигации федерального займа. Тоже о негативных последствиях, к чему это может привести, мы с вами уже говорили. Теперь все уже проанализировано, все риски обозначены. Ждем принятия этих санкций, ждем, что рубль снова дровнет. И поэтому для российской валюты, которая еще не успела привыкнуть к новой реальности, придется уже ориентироваться на уровни пониже текущих против своих конкурентов. Поэтому 70 это вполне реальная цель. Доллар японская, иена 110.86 в целом мы понемножечку отрастаем. Хотя неделя, если вот говорить о такого сезоне понедельника и тех уровнях, на которых мы находимся сейчас, по прошествии в пяти дней, те же самые. 110.86, около 111 мы с вами болтаемся. При этом доллар чуть-чуть уступает и они периодически, а потом снова восстанавливаются. Опять же, поскольку сейчас у нас наблюдается очевидный укрепительный тренд турецкой лиры, я уже предположил, что, возможно, кризис в Турции, по крайней мере, удалось перевести в статус контролируемого. Но в то же время я хочу обратить ваше внимание, что, скорее всего, эта история даст о себе знать, и мы неоднократно убеждались в том, насколько стремительным может быть обвал турецкой валюты. Поэтому при укреплении в дальнейшем курса доллара, это серьезный негатив для стран, развивающихся, особенно с высокой долговой нагрузкой. Мы, по-моему, с вами также об этом уже говорили. Для Турции это долг почти в 200 миллиардов долларов, и, соответственно, риски дефолта, в конце концов, будут оказывать давление пока на турецкую лиру. И, соответственно, не нужно сейчас с вами голову бросаться в откуп лиры против евро и доллара, потому что очень еще такое сомнительное благополучие. Для этой валюты. И, к примеру, вот как прошлые выходные миновали, мы начали неделю с активного прессинга на валюту развивающихся стран, ситуация реально может повториться и сейчас. Тем более, что у нас пятница, это традиционно день неожиданных твитов Трампа, все может произойти, друзья. Даже что-то интересное в плане новостей может случиться и в выходные. Очередной жест протекционизма США против той же самой Турции и будет опять 25. То есть, в данном случае я предлагаю все-таки по доллару держать про запас идею того, что в случае обострения основы турецкого кризиса доллар не потеряет очень много, потому что доллар тоже пользуется защитными свойствами. Если вам турецкая тема надоела, предлагаю спекулировать на перспективу повышения процентной ставки. Вчера у нас вышли, кстати, заявки на пособие по безработице. Здесь снова суперский отчет 212 тысяч, 214 тысяч. Готовимся к сильным нон-фарм перлс по итогам августа. Через 2 недели уже будем разбирать свежий релиз. И ни в коем случае, друзья, не продаем доллар. Доллар японская иена, валютная пара, которая заряжена на дальнейшее восстановление и нужно просто с этим смириться. Австралиец против доллара 0.7264 сейчас котировки. Вчера я говорил, что на азиатской сессии австралийцы смотрелся довольно-таки интересно, потому что рост против доллара на основании данных по рынку труда. Уровень безработицы с 5,4% до 5,3%. Но еще также вчера я обратил ваше внимание, друзья, ни в коем случае не покупайте австралийца. По крайней мере, пока мы не сделали с вами цель 0.70. С учетом текущих котировок 250 пунктов мы можем выжать еще и слабости. Почему? Потому что Резервный банк Австралии до вчерашней статистики по рынку труда уже неоднократно говорил, что ставки повышаться не будут и текущая политика соответствует целям по инфляции и по экономическому росту. Мы с вами ждали выступления Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии. Буквально два часа назад завершилось это выступление. Как и следовало ожидать, Филипп Лоу снова сделал акцент на те риски, которые связаны с мировой экономикой из-за усиливающегося торгового противостояния США и Китая. Китай это стратегический партнер для Австралии, так же как и для Новой Зеландии. Логика здесь очень простая, друзья. Китай находится в очень плачевном положении, даже если закрыть глаза на торговый конфликт с Соединенными Штатами Америки. Если тут же открыть глаза и принять к сведению, что поджимают еще и с внешней стороны, темпы экономического роста безусловно просядут еще сильнее. За снижением темпов роста экономики Китая последует ослабление юаня. Как вы думаете, как нужно действовать ключевому экспортеру или, скажем так, не ключевому, экспортирующей стране по отношению к Китаю именно с точки зрения стабильности своей национальной валюты? Я думаю, что ответ здесь простой. Если Австралия очень сильно, скажем, зависит от китайского рынка, то не может допустить того, чтобы сырье, которое поставляется на территорию Китая в юанях становилось дороже. Чтобы не допустить это, нужно, чтобы курс австралийца, по крайней мере, если уж не такими темпами, конечно же, слабел, как юань, то хотя бы в каком-то процентном эквиваленте. То есть для Австралии сейчас жизненно необходимо оставить курс австралийца под давлением, потому что таким образом удастся нивелировать негативные последствия снижения юаня и сохранить цены для импортеров, в данном случае Китая, на сырье на более-менее приемлемом уровне. Поэтому австралиец будет оставаться под давлением. Ну, если, конечно же, у вас нет информации, либо какого-то инсайда, из-за которого Китай может продемонстрировать очередную промышленную революцию и, скажем, вырасти больше, чем на 7% в данном эквиваленте, конечно же, это бред. Никогда, ладно, не стоит говорить никогда, я думаю, что в ближайшие лет 5 такого точно не произойдет. Это тоже большая перспектива, нам нужны сроки сейчас покороче. В ближайший год, друзья, мы будем говорить о слабом Китае, поэтому пока мы с вами не сделали 0,70 по австралийцу, вообще нет никаких причин говорить о том, что эта пара может серьезно вырасти. По новозеландцу та же самая логика, поэтому давайте пропустим. Доллар канадец, отчасти я уже разобрал в начале брифинга, мы с вами, ну, я, по крайней мере, жду закрепления пары ниже отметки 1,30, потому что верю и очень надеюсь, что сегодня инфляция снова покажет рост в Канаде и на основании этого вероятность еще одного повышения процентной ставки до конца этого года переварит за 70%. И я также отмечаю тот факт, что в случае поддержки для канадца со стороны статистики, рынок закроет глаза даже на то, что будет происходить с долларом и с нефтянкой. Поэтому ждем отчет, ждем отработки в том сценарии, в котором хотелось бы видеть. Возможно, кто-то из вас работает обратно сейчас и продолжает покупать пару долларов канадец. Друзья, я хочу сказать, что и на этот сценарий, конечно же, есть свои шансы на его отработку. Хочу пожелать вам удачи, но все-таки я склонен торговать через снижение доллара против канадца, и я склонен сегодня поверить именно в канадскую валюту. Фунт против доллара 1,2720. Остаемся мы на минимум больше, чем за год. Вчера немножко поддержали британцы роничные продажи с отрицательной территорией минус 0,5%. Мы выбрались на положительную 0,7%. Но сути дела особо не меняет. У нас до этого высокая инфляция и низкие темпы роста заработных плат. И до этого масло негативно по брекзиту, поэтому ждем 1,25%, как и раньше. Евро против доллара уже в целом я разобрал. Пока что я вижу возможности для роста европейской валюты против доллара. Но даже несмотря на это я не покупаю евро. Я вижу и по-прежнему заряжен на то, чтобы прокатиться по этому дуэту инструментов до отметки 1,1%. Но считаю, что нужно сейчас дождаться подходящего уровня для продаж. Поэтому, друзья, рекомендовать вам покупать евро сейчас не буду. Если вы готовы придерживаться моих рекомендаций, то тогда уже закрыли короткие позиции по европейской валюте против доллара. И так же, как и я, смотрите за происходящим со стороны в ожидании того, что откат пары евро-доллар даст нам возможность продать по более приемлемым, собственно, ценовым значениям. На этом, друзья, собственно, все. Большое спасибо вам за внимание. Особенно тем, кто присутствует в прямом эфире через приложение Перископ. Не забывайте, что сразу же после прямого эфира мы выкладываем запись на нашем канале на YouTube. Поэтому можете при необходимости просматривать записи уже там. Остается только пожелать вам хорошего закрытия недели, отработки нам сценария укреплений в рамках сегодняшней сессии по факту отчета канадца. Ну и, конечно же, пожелать вам хороших выходных. Друзья, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить хорошее расположение духа и правильный настрой. Потому что в понедельник у нас начинается новая неделя, новые отчеты и старые идеи, которые, точнее, сделки будут отрабатываться по факту этих релизов. Будут держать вас в курсе. Поэтому хороших вам выходных. До встречи в понедельник, как всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.